Конфликт между Сербией и Косово. Приведут ли напряженные отношения между странами к вооруженному столкновению? Прямое, грубое, циничное нарушение Косово-Албанскими в своих обязательствах в условиях незавершенности правового процесса призвано урегулировать проблему свободы передвижения. Новости из мира юриспруденции. В КФУ прошел ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Янышева. Казань претендует на звание молодежной столицы стран Организации исламского сотрудничества. В связи с этим Казанский федеральный университет посетили представители Организационного комитета. В рамках визита гости посетили Музей истории Казанского университета. Также в ходе встречи был представлен опыт КФУ в сфере молодежной политики и работе с иностранными студентами. На заседании ученого совета Казанского федерального университета обсудили открытие новых лабораторий и продвижение по проекту 2030. Подробности в сюжете. Заседание ученого совета открыла церемония вручения наград Республики Татарстан и Российской Федерации 13 работникам Казанского федерального университета. В рамках мероприятия ректор обозначил 5 стратегических проектов, вошедших в программу «Академического лидерства. Приоритет 2030». И сообщила о скором расширении структуры университета. Второй этап защиты проекта, куда были допущены два вуза из Татарстана, состоится 2 октября. Мы формируем инновационные платформы. Главная задача стоит, чтобы мы научились коммерциализировать результаты научных исследований. Вы знаете, что мы постоянно или постепенно создаем инфраструктуру. Значит, Республика передает площади, сейчас все документы находятся в Москве, 19 тысяч квадратных метров под технопарк. На днях мы выиграли грант на 300, если ошибусь, поправите, на 318 миллионов. Как раз на создание Центра по изучению активации генов животноводства. На тайное голосование было представлено два кандидата для соискания премии президента России в области науки и инноваций. Недавно молодые ученые Казанского университета также получили гранты Министерства образования и науки в размере 15 миллионов рублей на открытие научно-исследовательских лабораторий. Вчера пришло подтверждение дополнительного соглашения на финансирование этих лабораторий. По условиям конкурса мы должны открыть такие лаборатории. Это интеллектуальная химическая робототехника в химическом институте и лаборатория гидратной технологии утилизации хранения прониковых газов в институте геологии и нефтегазовых технологий. Члены совета утвердили 15 претендентов на должности профессора, преподавателя и старшего преподавателя. Были рассмотрены 9 кандидатур на присвоение ученого звания и единогласно принято положение о корпоративном гимне КФУ. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз. 106 российских университетов вошли в программу «Приоритет 2030». Все отобранные университеты получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей. С 1 по 3 сентября пройдет дополнительный конкурс на распределение господдержки в рамках специальной части гранта. На второй этап защиты проекта допущены два вуза из Татарстана – КФУ и КНИТУ КХТИ. Казанский университет собрал самых лучших юристов, кандидатов и докторов юридических наук на 8-й ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». О том, как прошел форум, в сюжете нашего корреспондента. Симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса» – это большое знаковое событие по гражданскому процессу. Мероприятие по праву можно считать самым авторитетным в нашей стране по количеству участников по теме вопросов, которые поднимаются для обсуждения. Тема форума в этом году базируется на основополагающих идеях Шарли Луида Монтескио о духе законов в сфере гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Актуальность темы очевидна, и в то же время, обращаясь к труду великого мыслителя, хочется вспомнить, что дух закона складывается с учетом того, что законодатель сумел уловить дух нации, дух народа. Симпозиум прошел в гибридном формате. Некоторые участники выступали в онлайне. Это все-таки журнальное мероприятие. Это мероприятие журнал «Вестник гражданского процесса». Традиционно мы, конечно, рассказываем о нашем журнале, о некоторых итогах, о наших планах. И также в раздачных материалах мы разместили 58-й номер, который уже 10 лет издается. Этот журнал 58-й номер сегодня будем презентовать, также дарить всем участникам симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса». В рамках мероприятия участники симпозиума презентовали новые издания и проекты. В частности, прошла презентация новой книги, содержащей утерянные работы профессора Мейера. Юридический факультет КФУ и редакции журнала «Вестник гражданского процесса» провели презентацию своих проектов. Представило новые проекты и издательство «Статут». Большую часть мероприятий посвятили выступлениям участников с докладами и дискуссией. В огромной признательности и благодарности Валерии Владимиру Хамитовичу журнал стал таким органом, который объединяет вокруг себя лучшие научные силы нашей страны, иностранных учебных, и каждый раз позволяет нам обсуждать самые интересные, сложные, актуальные проблемы, которые имеют выход как в теорию, так и в практику. На форуме здесь, в Казанском федеральном университете, по-прежнему, как и в прошлые годы, собрались все лучшие процессуалисты страны. Я хочу пожелать и форуму, и Казанскому федеральному университету процветания. Симпозиум для участников завершится 2 октября экскурсионной программой. Энджимина Небаева, Александр Кузнецов, Универньюз. На протяжении недели между Сербией и Костово нарастает напряжение. Стороны приводят свои силы в боевую готовность. Белград разворачивает у границ тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта, узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Минувшие выходные в сербские СМИ распространилась информация об активности боевой авиации у административной линии с Косово. Военные самолеты, вертолеты армии Сербии около полудня трижды провели патрулирование воздушного пространства. В чем причина разразившегося конфликта, рассказал эксперт Казанского университета. Сербское население оказалось в результате отделения Косово ограниченным в своих правах и возможностях. На протяжении всего этого времени идет слабая тенденция исправить ситуацию и уравнять всех жителей Косово в своих правах. Но, к сожалению, эта ситуация не реализуется в полном объеме. В республике Косово помимо внутреннего противоречия косовских албанцев, сербов и хорватов имеется внешняя проблема. Запад, в частности Соединенные Штаты Америки, с одной стороны всячески поддерживает косовских албанцев, в другой эти же силы пытаются надавить на сербов. Россия со своей стороны всячески поддерживает сербский народ. Ситуация, когда помимо внутреннего конфликта вмешивается еще и внешняя сила, говорит о том, что проблема имеет достаточно сложный международный правовой аспект, из которого мы никак не можем выйти. В чем же интерес Запада касательно поддержки албанцев? Югославия традиционно называет партнером России. И, собственно говоря, смысл уничтожения Югославии, он состоял в том, чтобы ослабить присутствие пророссийского элемента на территории Европы. И поскольку сербы до сих пор остаются все-таки самыми, наверное, преданными союзниками России, поэтому любое давление на сербов – это в то же время давление на российских. По словам политолога, если бы международное сообщество село за стол переговоров и удовлетворило интересы всех заинтересованных сторон, то, скорее всего, ситуация бы разрешилась. Елизавета Никитина, Ариадна Кугушева, Универньюс. В честь 230-летия со дня рождения Сергея Аксакова в Казанском федеральном университете появится памятник писателю. Бронзовый бюст планируют установить во дворе главного здания, рядом с памятником Льва Толстого. Преподаватели Института дизайна и пространственных искусств КФУ провели мастер-класс для обучающихся университетской школы. Подробнее об этом в следующем сюжете. Университетскую школу при Елабужском институте КФУ посетили преподаватели Института дизайна и пространственных искусств. Среди них – директор школы искусств Эльза Баширова, заведующая кафедрой конструктивно-дизайнерского проектирования Альбина Гайдук, преподаватели Елена Денисенко и Мария Лужбаева. Специалисты провели творческий мастер-класс для обучающихся третьего класса и рассказали о важности использования экологичных вещей. Нам кажется, что проблема мусора – это очень острая проблема, и детям мы решили об этом рассказать через творчество, через творческую деятельность. Помимо занимательной практики для учащихся начальной школы, преподаватели Института дизайна провели 11-классникам лекцию «Из чего сделан город». Специалисты в сфере архитектуры в формате видео рассказали о типах зданий и характерных чертах каждого из них. Роберт Хасанов, Айдар Нурмеев, Универньюз. На этом все. В студии была Мария Янышева. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин